Пермский музей технической миниатюры открылся на новом месте. Его экспозиция стала намного масштабнее. Она включает не только действующий макет железной дороги, но и выставку моделей городского транспорта. Это автобусы, трамваи, троллейбусы, которые в разное время ходили по улицам нашего города. Но не только. Обо всем подробнее расскажет Юлия Зыкова. Самый крупный на Урале действующий макет железной дороги развернулся на новом месте. Здесь установлены все его модули. По горным и равнинным ландшафтам курсируют модели европейских и российских составов. Общая площадь макета приближается к 30 квадратным метрам. Кроме макета в музее технической миниатюры теперь работает выставка моделей городского транспорта. Это автобусы и троллейбусы, трамваи и такси в масштабе 1 к 43. Подвижной состав зарубежного и отечественного производства. Например, здесь покажут, как выглядели первые пермские автобусы, которые начали курсировать по улицам Перми в 20-е и 30-е годы прошлого века. Самые первые модели общественного транспорта появились в 30-х годах в Советском Союзе. Это были горьковские машины. Здесь показаны автобусы, а также показан грузовик технического сопровождения автопробега Москва-Каракум-Москва. Каракумский автопробег состоялся почти 90 лет назад. Это было путешествие на расстоянии больше 9 тысяч километров. Участники отправились в путь из столицы на автомобилях горьковского и московского автозаводов, а также на машинах американской компании «Форд», с которой Советский Союз тогда плотно сотрудничал. Цель автопробега – сравнить отечественную и зарубежную технику. Ее проверяли на выносливость в тяжелейших условиях – Каракумской пустыни на юге Средней Азии. За каждой из этих моделей, представленных на выставке, целая история. Вот, например, автобус ЗИС-154. Такие машины московского производства появились на улицах Перми в конце 40-х годов. Ходили по Комсомольскому проспекту, улице Ленина, до вокзала Пермь-2. Есть тут и редкие модели 50-х, 60-х годов. Здесь показаны достаточно редкие машины – это Икарус серии 55. Сейчас, насколько мне известно, настоящих машин осталось три вообще в мире. А модели можно увидеть, понять, как они были дизайнерски выглядели. Это достаточно красивые машины. Все, что касается железной дороги, мы сейчас также пополняем нашу коллекцию, систематизируем прежде всего. Поэтому здесь мы уже можем выделять и паровозы отдельно, и тепловозы, и электровозы, и мотор-вагонный подвижной состав. В помещении на улице Веры Фигнер-13 показывают и подлинные атрибуты фирменного поезда Кама, который связывал Пермь со столицей. Это фарфоровая посуда из катерти, занавески с прежним, еще советским гербом Перми. Как говорят сотрудники, и стационарную выставку, и железнодорожный макет они намерены развивать и дополнять. Подробнее о работе Музея технической миниатюры можно узнать на его сайте. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.